Всем привет, друзья! С вами Токи, вы на канале Киберболл, и сегодня я для вас подготовил туториал по завершению атак FIFA 18. Уверен, что мои советы вам помогут забивать больше голов и в целом повысится ваша результативность. Ну а мы начинаем, поехали! Первое и самое важное – удар низом. Делается он двойным нажатием кнопкой удара. Первое нажатие делаете в зависимости, с какой силой хотите пробить, ну а второе максимально короткое, для того, чтобы игрок пробил низом. Именно низом я исполняю 80% своих ударов и половина из них 100% залетает. Главное – удачный выбор позиций и правильное нажатие. С какого расстояния стоит применять этот удар? 25 метров и ближе, примерно начиная с дуги линии штрафной. Тренировать это я вам советую на арене или же в развитии навыков в разделе удара-испытания. Ну а после этого вы можете попробовать применять удар низом в играх, и поверьте, положительный результат не заставит себя долго ждать. Почему удары низом в FIFA гораздо эффективнее, нежели удары верхом? Один из главных факторов – то, что невозможно пережать кнопку и ударить выше. Вы выжали максимальную силу, и мяч полетел низом. Осталось только направить стик в нужную сторону для точности и мяч в воротах. То есть уже шанс забить увеличится в два раза. Давайте посмотрим на это с позиции вратаря. Когда мяч летит верхом, особенно на уровне рук кипера, реагировать гораздо легче на такой удар, как в FIFA, так и в реальном футболе, нежели когда мяч летит понизу, и вратарю нужно сложиться, дабы парировать удар или же сэвить ногами. Это все затрудняет жизнь голкипера. Сейчас вы увидите нарезку моих забитых голов в нынешней уикенд-лиге. И все после ударов низом двойным нажатием. Особенно важно так пробивать, когда расстояние к голкиперу очень близкое. Два щелчка и мяч в воротах. Если будете выжимать силу и пробивать вверхом, вратарь успеет сократить дистанцию и парировать ваш удар. Также после ударов низом, вратарь всегда удобный для добивающих, отбивает мяч перед собой и шансы бить очень большой. Когда вы бьете верхом, мяч отлетает от рук далеко и вероятность добить значительно уменьшается. Поэтому очень эффективен удар низом именно с острых углов. Пробивайте с позиций, с которых раньше не били верхом и залетать будет много. Пусть если не прямым ударом, то на добивание уж точно. В общем всем советую потренировать удар двойным нажатием и уверен, результат придет в ближайшее время. Ну а мы продолжаем. Второе. Корпус и движение игрока перед ударом. Это важная составляющая при реализации моментов. Хотите забить в ближний угол сильно ногой? В данном случае Мэйси с мячом. У него сильная конечно же левая. Все просто друзья. Поворачивайте корпус в направлении удара и пробиваете. Благодаря этому будете забивать гораздо больше ударов в ближний угол. И сразу же покажу для примера, как пробивает Лео, если корпус не поворачиваете. Смотрим. Пробил в голкипера и момент не реализован. А вот с ударом в дальний угол дела обстоят по-другому. Видите, делаю шаг влево и вратарь соответственно. Право и он снова синхронно со мной. Поэтому, чтобы ударить противоход, я поворачиваю корпус в противоположный углу, в который буду бить. То есть бьете в нижний, поворачиваете корпус чуть вверх и забиваем гол. Если повернете в направлении угла, в который бьете, большой шанс, что игрок ударит со слабой ноги. И шанс забить гол значительно упадет. Вот как на примере. Бежим прямо и корпус ровно. Что же будет? Конечно же, мы снова не забиваем. Но давайте повернем корпус в противоход и посмотрим, будет ли гол. Конечно, мы забиваем. Поэтому, друзья, делайте выводы. Стоит отметить, что удары в одно касание, как и в 17 FIFA, залетают очень плохо. Поэтому, если есть хоть немного времени, обязательно принимайте мяч и тогда уже пробивайте. Вероятность забить гол возрастет в разы. Но если идет навес или прострел низом, то обязательно спамьте кнопку удара до конца эпизода. Очень много таких голов забил, где мяч отскакал ко мне. И за счет мгновенного нажатия мой игрок успевал вставить ногу и забить важный мяч. Друзья, обязательно напишите в комментариях, был ли полезен вам данный туториал и на какую тему вы хотели бы видеть следующий. Если видос понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Токи. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok